так всем доброе утро сегодня я занимаюсь ремонтом это узел для проворота ну или как более правильное название волшебная для проворота коленвала из-за того что здесь все он на зазоре и из-за перерыва в использовании все это приходит вот такое состояние невозможно не провернуть не тем более использовать поэтому появилось решение разумеется первую очередь разобрать его и установить внутрь подшипники вот два таких подшипника что значительно для облегчить использование этой этой вал шестерни этого мало шестерни окно доводница выбирая стопорное кольцо собака бешеная так ну вот то о чем я и говорил то есть просто на скольжение какой-то зазор который через какое-то время закоксовывается так что уже ничего не проворачивается поэтому и решение такое появилось ставим внутрь два подшипника между ними втулку распорно так сейчас надо будет мне чертёры посмотреть ну все ладно можно приступать сейчас растачиваю пока корпус надо его почистить таки а потом уже вал шестерни валя у тебя флешка с десяткой случайно не собой с собой ставишь я там 32 битка тоже есть 32-64 да чё надо ну бери да давай ты ставь сначала а а а а а Продолжение следует... 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 да ну давай а чё так бьёт да вот так проворотка что? слава, надо чуть-чуть торцануть ну чуть-чуть это сколько? стопку с роликов герня а тут чё сверху? где сверху? вот тут обшивник одевается писяк и как? ну уж точили сейчас другие кулачки поставлю емок ну? да иди к мне Серёге сделай да ну ты же обратился ко мне я от тебя и не отстаю ты просто установь забери и сделай нормально там зачем переставлять а это чё, наваренная, да? да, это это коленвал проворачивает переделка она, во-первых, ещё и крепковата да, я это второй комплект делал первый вообще отошёл на ура а с этим чё-то у меня вообще ничего не идёт, бля да, у меня тоже самое да? поставили делать ролики, а у меня чё-то первый нормально, а второй-то не очень ну чё-то сегодня вот пятница, видимо, такая ну и не тринадцатая, а двадцатая шляпа сегодня какая-то я бы швырнул бы ключ, но я боюсь попаду в кого-нибудь сейчас всё наладится ну, после четырёх всё наладится да не говори и в выходные будет всё нормально сколько тебе торцануть надо? ты говорил Децл, да? да полсотки, можешь? сколько? полсотки я не знаю сколько ну чё, опять что ли? ну чё, опять криво всё, да у тебя шпинтель отвернулся вот долбить не надо по нему а я алюминий отлично когда проточек, потом не вытаскивай ладно, вот вот здесь вот белая вещь на лёд палец в палец убирайте засовывал в туго на наждачку шерпнуть немножко божественно слава дай криво, чё божественно? я и говорю божественно криво бьёт ну на какой-то деталь я сегодня должен оторваться ну у нас ещё есть такой ну и чё? ну и чё? криво чё? пойдёт? точно пойдёт? ну ты только что ты меня то спрашиваешь? ну со стороны то виднее у меня глаз уже намыленный замылился? замылился блин сегодня чё-то это взвешивает меня чё-то сегодня ну я держусь так, чё ты говорил? сколько тебе надо? децл? сейчас здесь подправлю чё подшипник не встаёт или чё? или ролик это не зажимает? пара десяток фигачим? или много? пара десяток ну понял что это? торцуем чуть-чуть децл касаемся и все ну всё ладно остановлю. не встанет не встаёт а но коснулись Пол децила еще. Пасочку снимем. Пасочка под заход. Что еще хотел? Наждачка, шорт на другу, две леса и вишни. Ага. Только как говорила, а он так нельзя. А что, что-нибудь померим или так пойдешь на удачу? Я одну полку поменял на другом ролике. Он вроде пошел. А этот он никакой не зажимается. В общем, он вместо сотой втулки. Ну что, снимаем? Да, да. Снимаем, забираем. Все, спасибо. Все, ладно. Чай покейте. Еще правильно. Не помогло. Клочки менять опять-то. Угу. Клочко Dios. Так. Так. Смотрите продолжение в следующей серии. Есть дурацкая идея. Дурацкая идея. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Так, с этим все. Смотрите продолжение в следующей серии. Так, корпус. В этот раз пошло негладко. составляя жесткости закрепления. но это опять, но это опять, но это опять, но это опять, но это опять лишний деморрой, поэтому я, самое простое для меня решение это в центре. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Распорная втулка. Потом вал шестерня. Главное не перепутать, с какой стороны его ставить. То есть он должен идти внутрь, конечно же. По задумке нашего инженера и конструктора, наружный диаметр вала, подшипник, он задал 3 сотки минуса. Поэтому я следую его указаниям и проточил также 2 сотки, оговорился, 2 сотки минуса. Так, все. Затем шайба. То есть вот в сборе. И остается завершающая операция. Это установка стопорного кольца. Сейчас я это произведу на станке. Разгибаю это кольцо, но незначительное, чтобы один край завести. Оползает вал. Вот, наверное, все-таки мне надо за вал зажаться, а не за это. Хотя, может быть, и получится. И затем я использую ролик. Ролик. Да, все-таки надо за вал зажимать. Я использую ролик. Потом я его просто подобью, и все, и оно встанет на место. С кольцом это уже моя инициатива, потому что не нашли просто стопорное кольцо такого диаметра, такого размера. Понятно, что можно купить, но это решение тоже, в общем-то, рабочее. Все, все, что хотел. Вот это очень важно, значит торцянуть у нас. Ну, сейчас торцяну. Много? А? Много. Эти забивать, вот это кольцо, видишь, она овальная, блядь? А надо, чтоб ровно. Просто, как чисто ровно, да? Сейчас защипать. Так, а то, что я схвачу из-за... Загибать я по ней бью, мне нужно только вот это. А, тебе просто ровно торец нужен. Что-то она вообще никакая. Перегородка вылетит. А какая? Ну смотри, я сейчас выровняю, а ты уже там решай. Тонкая это будет стенка. Да, 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 да. Все? Ровно? Или ни хуя? Вот еще. Сейчас. Ровно. Как чисто сделано, да? У меня хуё вот так ровно? Да, теперь ровно. У меня их дохуя. Ха-ха-ха-ха. Ну и все. Работа завершена. То есть, мотористам с таким устройством будет работать значительно легче и комфортнее для того, чтобы провернуть коленвал. То есть, устанавливает, притягивает, а здесь ключом. То есть, уже не заржавеет и не заклинит, как было в предыдущий раз. Ну, вот такая вот работа. Работа, в принципе, не сложная. Но наш инженер-конструктор проявил сообразительность и получилось такое вот очень такое прикольное решение. Все. Всем спасибо. 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 Продолжение следует...